О тайном романе незамужней Толкалины и женатого Гребенщикова говорили еще весной 2017-го. Тогда папарацци запечатлели пару в момент страстного поцелуя. Дело было в Муроме, где у музыканта был концерт. Скандальные снимки стали достоянием общественности, но актриса не спешила признаваться в любовной связи с исполнителем. Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове, комментировала она эти кадры. Поговаривают, что артистка до сих пор предается любовным утехам с легендой русского рока. Ничего странного, измены в семье Гребенщикова легализованы, но только такие, которые попадают под категорию «разовые встречи». А актриса Толкалина, когда есть возможность, сопровождает аквариум уже больше двух лет. Сами посудите, разве просто друзья будут задвигать все дела и мчаться в Тмутаракань на получасовое выступление Гребенщикова, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур? Поделились в окружении певца. К слову, неделю назад состоялся рок-фестиваль «Нашествие», куда Борис Борисович приехал с любовью. По словам очевидцев, она удобно устроилась в вип-ложа, но, заметив фотографов, спешно скрылась. Звезды покидали мероприятия по отдельности, но, несмотря на конспирацию, артистов все же заметили в обществе друг друга, оба удобно устроились на заднем сиденье иномарки. В окружении пары считают, что их свела страсть к йоге. Я пришел к этому в 2002 году. Бросил курить. Если просыпаюсь в 5 утра, два часа занимаюсь йогой. Но я не выбирал буддизм. Я исповедую жизнь, по возможности не зашоренную, говорил Гребенщиков. Любовь Толкалину заподозрили в романе с Борисом Гребенщиковым от Алкалина, как сообщает экспресс-газета, при помощи йоги пыталась довести фигуру и характер до совершенства. Сделала себе астрологическую карту, которая, в частности, показывает, что мне можно есть, а чего нельзя. Там написали, что я должна есть мясо, потому что мой желчный пузырь лучше работает при наличии животного жира. Хороший кусок сала каждый день, вот моя диета согласно астрологии. А мясо боюсь очень, не ем его ни в каком виде, потому что заметила, как только съедаю кусок хотя бы курицы, сразу начинаю ссориться со всеми, становлюсь вспыльчивой, нетерпимой. Йога помогает мне не только поддерживать форму, но и обретать равновесие, как в теле, так и в жизни. Я всегда была очень неуклюжей. Обо все ударялась, вечно ходила в синяках. Однажды умудрилась в метро упасть с эскалатора и потерять сознание, делилась она.